Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Получение дохода от физлиц или 6% при получении дохода от юрлиц. Власти рассчитывают, что этот инструмент позволит людям, которые никак не декларируют свои доходы, получаемые, например, от сдачи квартир или продажи самодельных тортов, начать платить государству. Программа Экономика. Безработным продлили выплату повышенных пособий. Еще в течение двух месяцев, в июле и в августе, сохранятся максимальные выплаты. Это предусмотрено новым постановлением федерального правительства. Минимальное пособие сохранится на уровне 4,5 тысяч рублей вместо полутора тысяч. А люди, потерявшие работу после марта, будут получать максимально возможную сумму 12 130. В Кировской области плюс северные 15%. Экономика. На 101. Кировчане на четверть увеличили расходы по банковским картам. В первом квартале жители Кировской области оплатили с помощью безналичного расчета товаров и услуг на 33 миллиарда рублей. Это больше, чем за тот же период прошлого года на четверть. По данным отделения Киров Волговятского главного управления ЦБ, в регионе выпущено 2 миллиона платежных карт. Это на 6,5% больше, чем в первом квартале прошлого года. Каждая третья – карта системы МИР. Напомню, что 1 июля должен был завершиться переход на такие карты для всех пенсионеров. Но из-за коронавируса срок продлили до 1 октября. Экономика. Совершение валютах доллар сегодня 71 рубль 24 копейки. Курс евро 80.41. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Программа «Экономика» на 101FM.